Добрый день, друзья! Сегодня у меня видео о Москве. В конце марта моя дочь на два дня полетела в Москву в командировку, и я попросила ее сделать для меня съемки Москвы. Я не была в Москве уже 10 лет. За это время город сильно изменился, и мне было интересно посмотреть на современную Москву не на ту, что показывают по телевизору, и не на ту Москву, о которой рассказывают на экскурсиях. Я просто хочу побродить по улочкам Москвы и посмотреть на ее красоту глазами приезжего человека, человека из провинции. Каждый видит свою Москву. Моя дочь увидела ее такой и сделала фото, а я из ее фото сделала слайд-шоу. Пройдемте по Москве вместе со мной. Полюбуемся ее красотой. Это не экскурсия, это просто прогулка. О Москве, о нашей красавице Москве, о нашей столице много сложенных стихов и песен. Во все века вы спевали ее. Я для прогулки выбрала стихи Валерия Брюсова «Стародавняя Москва». Эти стихи созвучны моим мыслям. Стародавняя Москва Стародавняя Москва Блеском дней во веки славных Будешь ты всегда жива. Град, что строил Долгоруйкий Посреди глухих лесов Вознесли любовно внуки Выше прочих городов. Здесь Иван Васильевич Третий Иго рабство раздробил. Здесь за длинный ряд столетий Был источник наших сил. Здесь нашла свою препону Поляков надменных рать. Здесь пришлось Наполеону Зыбкость счастья разгадать. Здесь, как было, так и ныне, Сердце всей Руси святой. Здесь стоят ее святыни За Кремлевскую стеной. Здесь пути перекрестились Ото всех шести морей. Здесь великие учились Верить Родине своей. Расширяясь, возрастая, Вся в дворцах и вся в садах, Ты стоишь, Москва святая, На своих семи холмах. Ты стоишь, сияя златом Необъятных куполов. Над Востоком и закатом Зыбля звон колоколов. Чудесные стихи. Для меня Москва была и остается Сердцем России. Сердцем нашей Родины. Нашим сердцем. И это любовь. А что для вас значит Москва? Напишите в комментариях под этим видео. Мне интересно знать, что думают другие люди. А теперь просто погуляем по Москве. До свидания, Москва. И до новых встреч. Я надеюсь, что когда-нибудь я еще поеду туда. Всего доброго вам, друзья. Не забывайте подписываться на мой канал. И в следующий раз вы услышите еще какие-нибудь интересные истории. Редактор субтитров А.Семкин